Привет всем! Меня зовут Марина Щеглова. Многие знают меня как автора дизайна для ногтей. На сегодня я хотела бы поговорить с вами о том, как выйти замуж за мужчину своей мечты. Дело в том, что в моей жизни произошла удивительная история, прям как в сказке. Я загадала желание, чтобы в моей жизни появился любимый человек, чтобы я вышла за него замуж. И буквально через один месяц применения одной интересной практики я встретила этого мужчину. Причем удивительнейшим образом, именно так, как загадала. И через несколько месяцев мы с ним поженились. Сейчас у нас уже двое детей. Моей дочке старше 4 года. Младшему сыну сегодня исполнился один год. И вот я решила поделиться этими знаниями с вами, потому что я знаю о том, что тема замужества очень актуальна сейчас. И многие женщины мечтают выйти замуж. Но у них все, к сожалению, получается встретить идеальную половиночку для себя, чтобы всю жизнь прожить с человеком душа в душу. Именно об этом сегодня хотелось бы с вами поговорить. Многие женщины и девушки, которые мечтают выйти замуж, они знают, чего они не хотят. Они встречаются с одним мужчиной, выходят за него замуж, встречаются с другим мужчиной. И они понимают, что этот мне не нравится по такой-то причине, а этот по другой. Но скристаллизовать образ того мужчины, который вам нужен, приходит в голову далеко не всем. И я считаю, что это главная проблема многих женщин. То есть мы не понимаем до конца, чего именно мы хотим от мужчины и какой именно мужчина нам нужен. Потому что многие женщины, то есть все женщины разные, и не одинаковые мужчины нужны каждой женщине. Разные требования у всех. Поэтому я считаю, что первое, с чего нужно начинать, это нужно сформулировать для себя, а лучше прописать. Потому что те мысли, которые мы пишем на бумаге, они становятся реальными. Быстрее воплощаются в нашу жизнь. Это уже доказано наукой. То есть первое, с чего нужно начать для того, чтобы привлечь в свою жизнь что-либо, мужчина это или другое какое-то ваше желание, нужно прописать то, чего вы хотите. Как я это сделала? Я написала, взяла лист бумаги и написала все-все качества характера, привычки, склонности, пожелания, какая музыка нравится. То есть все, что для вас важно, ваши отношения. Очень важно прописывать все это в чувствах, позитивных установках. То есть если, допустим, вы пишете, если вы хотите, чтобы ваш мужчина не употреблял спиртные напитки или не курил, то вы должны написать о том, что ваш мужчина ведет здоровое образ жизни или что-нибудь в этом духе. То есть не должно быть частички «не» перед какой-то фразой. И очень важно прописать все эти качества как можно более подробно и ясно, чтобы в вашем подсознании сформировался тот образ, который вы к себе притягиваете. Многие из вас, наверное, смотрели фильм «Секрет». Те, кто не смотрели, я рекомендую вам посмотреть его. Очень хороший фильм, позитивный. Но главное применять те знания, которые там передаются, потому что без практики, без применения этих знаний результатов, естественно, не будет. И так же, как в моей практике, которую я использовала для привлечения мужчин в свою жизнь, важно выполнять последовательно все действия, о которых я буду говорить дальше. Я сама для себя придумала некий алгоритм действий. Где-то что-то я посмотрела в фильме «Секрет», другие фильмы тоже смотрела на тему позитивного мышления и притяжения в свою жизнь желаемого. Что-то прочитала в книгах, что-то придумала сама, скреативила. И так у меня появилась своя практика, которую я проверила на личном опыте. И уже многие мои подруги по моим рассказам, рекомендациям тоже практиковали эти действия и добились таких же результатов. Они вышли замуж, встретились на вторую половинку и сейчас любимы, рожают деток. И я считаю, что в жизни женщины мужчина имеет очень большое значение. Так же, как и для мужчины важно встретиться в свою первую половинку, потому что люди рождены для того, чтобы быть любимыми, влюбленными. Это замечательное чувство, которое делает вас здоровее, счастливее. Ну, я считаю, что без любви очень трудно жить людям. Даже наука уже доказана то, что люди чаще болеют, если они не любимы, они не испытывают чувства любви. И многие дети, даже были проведены испытания на детях, брошенных. Дети, не испытывающие, не чувствующие к себе любви и нежных прикосновений, они даже в росте развития замедлялись, затормаживались. Поэтому любовь, я считаю, очень важна. Очень трудно не упустить важные моменты, детали в этом видео. Боюсь, что что-нибудь обязательно забуду, поэтому я сейчас дописываю книгу на эту тему «Как выйти замуж за мужчину своей мечты», в которой я подробно описала каждый этап, каждый момент действий, которые необходимо сделать. Я думаю, что эта книга поможет многим сделать правильное действие для того, чтобы их жизнь была намного счастливее. Ну, интересно. Итак, первое, с чего нужно начать, как мы уже сказали, это прописать своего мужчину. Расписать его полностью. Важно то, как вы это сделаете, потому что многие начинают сразу же писать навязанные обществом ценности, такие как какую-то внешность описывать. На моем примере это не сработало. Я тоже писала о внешности, о цвете глаз, о цвете волос, высоте. Все это не работает, потому что на самом деле мы же не это тело, мы душа. И важно прописывать именно какие-то духовные качества, ваши отношения, то есть более высокие качества человека, чем его одежда, тело. Поэтому очень важно то, что вы напишете. Некоторые девушки сразу же начинают писать о финансовом положении, материальном. Ну, может быть, для кого-то это очень важно, но в моем случае получилось так, что когда мы встретились с моим супругом, у нас у обоих тогда не было денег, но спустя несколько лет, вот сейчас 5 лет мы живем вместе, у нас своя компания, у нас свой дом, который мы заработали и на участок, и на дом. Сами построили его, ну, не сами, а нанимали людей на постройку, то есть сами заработали денег. Спустя несколько месяцев после нашего знакомства мы открыли свою фирму. Сначала это была маленькая ногтевая студия, потом она переросла в салон красоты, и теперь уже у нас сейчас есть и магазин, и обучающий центр. То есть я хочу сказать о том, что вся материя, она притягивается к тому духовному наполнению, которое у вас есть. А при соединении двух сердец в любом случае вспыхивает какой-то луч света, который как раз на себя и притягивает всю материю. Если встреча правильная, грамотная, то все появится. Особенно с рождением детей. Вообще говорят, что когда рождается ребенок, то за собой он паровозиком везет весь багаж той материи, которая ему предназначена судьбой. Поэтому дети – это наше богатство. Для меня было очень важно то, какие у нас отношения с супругой будут, и я на это сделала очень большой акцент, прописала это. Я писала о том, что мы очень любим друг друга, что наши отношения требуют день и до дня, что мы уважаем друг друга, что мы интересны друг другу. Потому что я считаю, что без этого мы притянули во всю свою жизнь своего супруга. А дальше что? Сейчас очень печально, но всего 10% супругов остаются вместе на всю жизнь. Только задумайтесь, 90% людей, которые идут в ЗАГС, расписываются, расстаются. Поэтому очень важно не только выйти замуж, но и остаться замужем на всю жизнь, быть счастливой вместе со своим супругом, не пользоваться его, а дополнять друг друга, быть его счастливым друг другом. Для тех, кто заинтересовался этой практикой и хочет попробовать что-то сделать для того, чтобы привлечь в свою жизнь своего любимого, я рекомендую прямо сейчас взять лист бумаги и ручку и начать писать те качества, которые для вас важны в вашем будущем. Если вы этого не сделаете, то, скорее всего, ваше счастливое будущее и это двинется на какое-то время от вас. И поэтому я рекомендую взять лист бумаги, написать 50-30 качеств, какое-то количество, ну, не менее 30. У меня это было больше 60. И когда мы встретились с моим супругом, я задавала ему вопросы, чтобы узнать, он ли это или не он. И я мысленно ставила себе плюсики на все те важные моменты, которые я себе прописывала. Ну, как я говорила, что совпало абсолютно все, кроме его внешности, потому что так же, как он тоже, кстати, он загадывал свою любимую, и он загадывал ее длинноногой блондинкой. Ну, как видите, я совсем не блондинка и не длинноногая. Вот, поэтому, в общем-то, внешность, я думаю, можно не прописывать. Пишите все его духовные качества. Когда я сама прописывала своего мужчину, для меня все это было еще пока несерьезно, и я относилась к этому как к сказке, и решила проверить, насколько это работает, и прописала нашу встречу так, что мой мужчина должен ко мне подойти, увидеть меня, без знакомства обнять меня, поцеловать, и так я узнаю, что это именно он. Ну, а как мы встретились, я вам расскажу в следующем видео, а также вы узнаете дальнейшие шаги, и что делать после того, как вы пропишете качество своего избранного. До встречи в следующем видео. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!